Ещё немного озарений о понятии реинкарнации. Для меня следующее важное открытие, связанное с идеей реинкарнации, связано с любовью и потерей. Одно из величайших страданий человечества — это горе, которое мы переживаем, когда теряем тех, кого любим, когда мы умираем сами или когда нас покидают. А что, если бы нам не приходилось испытывать это отчаянное горе? Что, если бы нам не нужно было это чувствовать? Потому что, несомненно, худший вид горя — это отсутствие веры, отсутствие доверия, просто уход в небытие тех, кого мы любим. Это материалистическая точка зрения нашего нынешнего века. Возможно, не все к этому прислушаются, но важно знать контекст. Что, если бы мы знали, что мы никогда не разлучаемся с теми, кого любим? Что, если наши близкие подобны волнам в океане? И если мы сможем перенести нашу осознанность с отдельной волны на океан, тогда нам никогда не придется страдать от потерь. По крайней мере, не настолько. Это будет как прощаться с гостями на вечеринке, зная, что мы скоро увидимся вновь. Итак, вот великая идея, которой придерживаются мудрецы. Мы воплощаемся в группы душ, во фракталы, в коллективы, в паттерны или созвездия, как кристаллы, постоянные атомы. И когда они за пределами формы, они идеально соединяются между собой, образуя геометрические симметрии сознания. И такое сознание окружает нашу планету, подобно светящемуся покрывалу. Души, кристаллы, осколки сознания. Представьте все эти волновые паттерны, как они воплощаются в индивидуальность, как танцуют во времени и пространстве. И весь этот паттерн постоянно развивается, дышит. И ваша мать в одной жизни, это ваш ребенок в другой жизни, и ваш брат в другой, и ваш враг еще в одной, но всегда соединяется с вами, всегда разыгрывая эволюционное представление. И мы путешествуем вместе в этой симметрии через континенты, через генофонды, через ионы времени. А затем наступает пробуждение. И когда оно наступает, оно перемещается как вирус по этим линиям, распространяясь наружу. Так что все наши отношения, хорошие и плохие, счастливые, грустные, все отношения становятся хранилищем пробуждения. Мы можем вызвать больше света и больше роста друг в друге. И чем сложнее отношения, тем больше у них возможностей вызвать наше внутреннее свечение. Это то, что я называю взаимным свечением. Мы делимся светом друг с другом в обоих направлениях через наши отношения. Мы разыгрываем теневые паттерны, а затем, когда мы готовы, трансформацию этих теней через прощение, через терпимость, через сострадание, через доброту, через все драмы, которые происходят в наших отношениях на протяжении всех этих жизней. Так мы как бы включаем друг в другий свет, взаимное свечение. Ну а что насчет родственных душ? Знаете этот миф о близнецовой душе, идеальном любовнике, бинарном пламени, душе, которая идеально подходит нам? Это также миф, который мы находим вплетенным в драму перевоплощения, перевоплощающейся души. Мы чувствуем, что это правда. Мы жаждем этого через наше искусство, нашу музыку, нашу романтику, наши драмы. Но не через науку, пока еще нет. Мы жаждем этого идеального союза с другим. Мудрецы говорили, что только 12 раз во всех наших воплощениях мы можем быть со своей близнецовой душой. 12 раз за 12 ионов. Таков миф. Кто знает. Но мы приходим к жизни, в которой можем отдохнуть с любимым, кристалл которого идеально сочетается с нашим собственным. Пережить этот миф о совершенной любви, об истинной любви. И именно поэтому память живет в нас в каждой из жизней. И много раз, возможно, мы встречаем эту близнецовую душу. Но часто мы не можем быть с ними, потому что они уже в браке с кем-то другим. Или, возможно, просто неподходящее время. Возможно, они приходят как наш брат, или как наша мать, или даже ребенок. Или, возможно, раны, которые мы несем в этой конкретной жизни, слишком велики, чтобы мы могли быть вместе. А может быть, мы воплощаемся как враги и уничтожаем друг друга. Возможно, кто-то покидает форму, пока мы находимся в форме. И все, что мы чувствуем, это глубокое одиночество и боль потери. Потому что мы не можем чувствовать их здесь. Это шекспировская драма. Она бесконечно прекрасна в своей боли. И она здесь просто для того, чтобы учить нас. Чтобы мы могли научиться открываться, расти, прощать и отпускать. И однажды, однажды, начать выходить за пределы самой драмы. Даже из драмы совершенной любви. Таким образом, цель всего этого в том, чтобы мы постепенно учились непривязанности. Как учили нас великие учителя. Отпустить внешние поиски любви. Внешние поиски любви и истины, которые всегда эфемерны. И искать вечное внутри. Мы должны прийти к этой великой истине. И по мере того, как наше осознание великой истины растет, вместе с ним растет и наша любовь. И истина раскрывается внутри нас, как воспоминание. И мы начинаем пробуждаться. Мы видим, что мы актеры. И непривязанность возникает по мере того, как мы все глубже и глубже отдаемся целому. Драме и танцу. И с этой непривязанностью приходит огромная любовь. Любовь, превосходящая любые индивидуальные связи. Поэтому, когда умирает любимый человек, мы помним, что он живет внутри нашего сердца. И что наше сердце вечно. На самом деле, они являются частью нашего общего коллективного тела. И каждое созвездие, каждая группа душ соединяется с другой группой душ, которая соединяется с еще одной и еще одной, чтобы сформировать эту великую совокупность высшего Я-человечества. Человеческое сердце, сверхдушу, даже Архангела, высшее коллективное за пределами нашего понимания. Это взаимное свечение похоже на сверхнову. Оно вызывает все большее и большее пробуждение и внутренний свет. И есть только одно направление. На сцене разыгрываются добро и зло. Но пробуждение истины выходит за рамки обоих. Хотя добро, как говорит Вивя Кананда, добро близко, очень близко к истине. Итак, эта история продолжается. Наши воплощения приходят и уходят. И мы полируем драгоценность нашего существа, черпая этот свет ото всех, кто нас окружает, из наших отношений. А затем, когда кто-то пробуждается, благодать изливается через всю эту родословную, этот фрактал. И через несколько поколений весь фрактал пробуждается, как цветок. Это цепная реакция. И это танец и драма, которые я хочу сплести перед нами, чтобы мы их рассмотрели и созерцали. Я хочу оставить вам образ Солнца, потому что Солнце — это мы в будущем. Может быть, вы думали, что Солнце представляет собой дымящуюся массу атомов водорода и гелия, как наши ученые хотели бы заставить нас поверить. И это так. Но что, если это нечто большее? Если вы разберете человеческое тело, все, что вы найдете — это элементы. Вы никогда не найдете обитающей в нем души. Как вы собираетесь ее обнаружить? Как ученые ее обнаружат? Недавно я прочитал статью одного ученого, пытающегося доказать, что жизнь после смерти не может существовать, потому что мы знаем, как ведут себя атомы. Это отчаянно материалистический разум, цепляющийся за обломки тонущего корабля. Потому что Солнце — это земля, которая уже вознеслась. И все цепи его существования, все семьи его индивидуального сознания, все эти коллективы и созвездия, семьи и группы реализовали свою коллективную свердушу. И свечение вызвало цепную реакцию в ядре. И результат — коллективное пробуждение, выходящее далеко за рамки нашего понимания. Вот что такое Солнце. И вот куда мы идем. И это начинается в нашу эпоху. Это началось тысячи лет назад, но цепная реакция начинается сейчас, поскольку все больше и больше людей просыпаются через драмы, осознавая свою божественность. И так это начинается, начало конца самой реинкарнации. Потому что когда целое через свои части начинает осознавать, что оно такое, игра окончена. И само присутствие Солнца для меня — это свидетельство вечного. Хотя мы знаем, что Солнце тоже однажды умрет, но оно висит здесь, в небе, как символ внутренней истины, а внешнее моделируется по образцу внутреннего. Земля вращается, наступает ночь, а затем каждое утро мы рождаемся снова, и снова, и снова, и снова, и снова. И дело не в том, что Солнце садится. Солнце остается постоянным. Это мы двигаемся. Солнце олицетворяет вечное, и даже в глубине ночи Солнце светит так же ярко, как всегда. То же самое и с нами. Даже в глубине наших страданий этот вечный огонь горит все так же ярко. Мы просто временно забыли о нем. Побудьте с этим, особенно если кто-то рядом с вами готовится к смерти. Напомните себе, что вы не можете быть отделены от этого существа, которое уходит. Это временное прощание. Вуаль закрывает глаза, но никогда не закрывает сердце. Наше сердце знает истину вечности. Все те, кого мы любим, живут вечно в нашем сердце. Они часть нашего сердца, единого сердца. Пусть смерть пробудет еще большую любовь внутри нас. Пусть этот уходящий человек станет волной, которая унесет вас в великий океан, где все сердца, все сердца, одно единое сердце. Их не пройдет. Их не пройдет. Их не пройдет. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...